За последние 100 лет методы хирургического лечения рака молочной железы заметно эволюционировали от обширных калечащих мастектомий до весьма эстетически корректных секторальных резекций. При этом абсолютно доказанным считается тот факт, что органосохраняющие операции никоим образом не влияют на показатели выживаемости по сравнению с выполнением радикальной мастектомии. Поэтому, согласно всем современным рекомендациям, Breast Concerving Surgery занимает почетное место в алгоритмах лечения больных раком молочной железы. Этот вид хирургического вмешательства весьма популярен в настоящее время. И эта популярность, конечно же, во многом связана не только с более активным выявлением опухоли на ранних стадиях, но и с обширным повсеместным использованием предоперационной химиотерапии, которая позволяет значительно уменьшить объем новообразования, что расширяет возможности для выполнения органосохраняющего лечения. Поэтому, и не только поэтому, предоперационная системная химиотерапия также отображена в современных гайдлайнах, в зарубежных и в отечественных. Принято считать, что если пациентке с установленным диагнозом рака молочной железы в плане комбинированного лечения показано проведение системной химиотерапии, если у хирурга и пациентки есть желание сохранить молочную железу, и единственным лимитирующим фактором является размерное образование, то целесообразно проведение неодевантной химиотерапии в неодевантном режиме. Конечно же, за последние десятилетия ни одно крупное исследование было посвящено исследованию предоперационной системной химиотерапии. Мы можем ответить на ряд вопросов, касаемых ее. Можем говорить о том, что да, она понижает стадию первичной опухоли, да, она повышает частое выполнения органов сохраняющих операций, она не влияет отрицательно на местный контроль в случае оптимального объема резерцируемых тканей, и она положительно влияет на показатели выживаемости в случае достижения полной морфологической регрессии. Любой из этих постулатов, он имеет право на жизнь в случае достижения высокой эффективности неодевантной химиотерапии, и, как мы понимаем, этот факт будет различным для молекулярных подтипов рака молочной железы, что наглядно отображает статистика достижения полной морфологической регрессии, которая составляет менее 1% для больных лиминальным раком молочной железы, достигает цифр в 30-40% для больных 3-жды негативным и HER2-позитивным раком, и особый интерес в данном аспекте составляют пациенты с лиминальным В раком молочной железы, которым, с одной стороны, показана системная химиотерапия, а с другой стороны, опухоли с такими молекулярными характеристиками считаются относительно химиорезистентными. И с целью повышения непосредственной эффективности химиотерапии у больных с данным типом новообразования в течение последних лет в Томском НИИ онкологии проводилось исследование генетического ландшафта рака молочной железы. И в настоящий момент мы можем говорить, что имеющиеся у нас данные позволяют говорить о возможности генетически нацеленного назначения неодевантной химиотерапии, направленной на улучшение показателей выживаемости, увеличение непосредственной эффективности, и, как мы надеемся, на увеличение числа выполнения органов сохраняющих операций. Стоит сказать, что мы не раз на конференциях различного уровня докладывали о результатах своей работы, но всегда наши доклады касались вопросов выживаемости или же непосредственной эффективности предоперационной химиотерапии, и ни разу мы не затрагивали вопросы хирургического лечения. Поэтому целью настоящей работы стала оптимизировать подход к выбору этапа и объема оперативного вмешательства у больных с лиминальным БЭХЕР, 2-отрицательным раком молочной железы, на основании изучения генетического ландшафта опухоли. В работу мы включали пациенток, как вы понимаете, с лиминальным БЭХЕР, 2-отрицательным раком молочной железы, всех их объединяло желание сохранить орган и отсутствие клинической возможности выполнить органно-сохраняющую операцию первым этапом. До начала лечения мы исследовали генетические ландшафты опухоли, и на основании этого исследования решали вопрос о целесообразности применения неодевантной химиотерапии в каждом конкретном случае, по каждой конкретной схеме. Конечно же, как в первую очередь при решении вопроса о том, назначать химиотерапию перед операцией или не назначать, мы руководствовались принципом «не навреди», так как известно из литературных источников, что примерно в 20% случаев проведения неодевантной химиотерапии может стимулировать гематогенное метастазирование за счет появления новых мутаций. Данный факт описан для лейкозов, глиом, аденокарцином пищевода, рака легкого и рака молочной железы, кстати говоря. Кроме того, ранее при изучении клональной эволюции опухоли молочной железы под действием предоперационной химиотерапии нами были получены данные о том, что появление новых амплификаций на фоне системной химиотерапии, амплификации в локусах, где находятся гены стволовости, в 100% случаях приводят к развитию гематогенного метастазирования в течение первых лет наблюдения. В дальнейшем мы исследовали прогностическую значимость амплификации генов стволовости, выявленных в первичной опухоли изначально, до какого-либо нашего вмешательства. И оказалось, что проведение неодевантной химиотерапии ухудшало безметистатическую выживаемость у больных, в первичной опухоли которых не было амплификации генов стволовости или же была идентифицирована всего одна из интересующих нас амплификаций. Причем пациенты с такими генетическими характеристиками не получали выигрыша от неодевантной химиотерапии даже в случае достижения частичной полной регрессии новообразования. А вот пациенты, в опухоли которых изначально было диагностировано две боли из амплификации генов стволовости, продемонстрировали значимо лучшие показатели безметистатической выживаемости в случае достижения не только полной, но и частичной регрессии опухоли. Этот факт позволил выделить нам наличие двух и более амплификаций локусов генов стволовости в качестве первоочередного показания к назначению неодевантной химиотерапии. Как мы понимали, наибольший выигрыш наши пациенты получат только в случае высокой эффективности лечения, и с этой целью нами была изучена предиктивная значимость мутации 852 цитобендах ДНК, и нам удалось установить, что делеция локусов 7 из известных ABC-транспортеров, ABC, B1, B3, C5 и C1, B7, G2 и G4, ассоциирована с высокой частотой развития регрессии новообразования. Также мы обнаружили связь между амплификацией в определенном регионе длинного плеча первой хромосомы, дилеции длинного плеча 11 и коротком плече 18 хромосомы с более частым развитием регрессии опухоли. Причем достаточным условием для объективного ответа являлось наличие хотя бы одной из перечисленных СНВИ. Кроме изучения предикторной значимости различных генетических маркеров для всей неодевантной химиотерапии ADMAS, мы обратили внимание на маркеры химиочувствительности и химиорезистентности для отдельных классов химиопрепаратов. И согласно данным литературы и нашим ретроспективным исследованиям обозначили следующие показания к назначению отдельных классов химиопрепаратов. Так, антрациклины являются обоснованными при наличии амплификации гены топоизомиразы 2-альфа или высоком уровне ее экспрессии, отсутствие дилеции гена Берсея-1 и дилеции гена Бета-3-тубулина говорит о необходимости применения токсанов. Высокий уровень темиделацинтетаза позволяет надеяться на эффективность капацитабина и соматическая дилеция гена Берсея-1 в опухолевых клетках говорит о необходимости применения препаратов платины. Выявленные нами маркеры эффективности неодевантной химиотерапии совместно с маркерами моночувствительности и монорезистентности были отдельно валидированы в ходе небольшого исследования с включением 38 больных люминальным Бехер-2 отрицательным раком молочной железы. И мы наблюдали регресс новообразования 88,5% пациентов в группе исследования против 53% в контрольной группе. Это привело к тому, что указанные мутации были определены нами как показания к назначению неодевантной химиотерапии второго уровня. В результате окончательный алгоритм лечения наших пациентов выглядел следующим образом. Всем до начала планирования лечения выполнялось микрочиповое исследование опухоли. В первую очередь нас интересовали амплификации локусов генов стволовости. Если их не было или же была выдана только одна амплификация, то больные начинали лечение с операцией. В случае достаточного наличия интересующих мутаций мы обращались к наличию маркеров непосредственной эффективности неодевантной химиотерапии. В случае их отсутствия также проводили оперативное лечение, а вот в случае наличия пациенты получали неодевантную химиотерапию по персонализированно подобранным схемам. И в настоящей работе хотелось бы показать, как данный алгоритм выбора лечения отразился на частоте выполнения органов, сохраняющих операций. Итак, в данное исследование мы включили пациента к лиминальным БЕХЕР-2 отрицательным раком молочной железы с размером новообразования Т2 и Т3. Всем им было показано проведение неодевантной химиотерапии, исходя из разработанного алгоритма, и единственным лимитирующим фактором являлось все размеры новообразования. После проведения курсов неодевантной химиотерапии осуществлялась оценка эффекта и оценка объема планируемого хирургического лечения. Проведение биопсии морфологической и иммуногистохимической исследований по стандартным методикам, микрочиповое исследование с помощью микрочипов Афиметрикс, неодевантная химиотерапия проводилась по схемам ФАК, АЦ, КАКС, токсан и иммунный режим ИСП и оценка эффективности неодевантной химиотерапии по шкале ВОЗ, исходя из данных УЗИ и маммографии. Из 35 пациентов, включенных в исследование, полную регрессию нам удалось добиться в 20% случаев, и мне хотелось бы акцентировать на этом ваше внимание, потому что это большие цифры для больных люминальным Бехер-2 отрицательным раком молочной железы. Частичная регрессия была достигнута в 57% случаев, стабилизация в 20% и прогрессирование в 3% случаев. Оказалось, что высокая эффективность неодевантной химиотерапии позволила 54% больных выполнить органосохраняющие операции, в 20% случаев нам пришлось выполнить радикальную мастектомию, и в 26% случаев была выполнена мастектомия с одновременным реконструктивно-пластическим компонентом. И, конечно же, возник закономерный вопрос. Почему? Почему при непосредственной эффективности в 77% частота выполнения органосохраняющих операций всего 54%? При анализе причин, которые не позволили нам выполнить органосохраняющую операцию пациентам с выраженным регрессом новообразования, оказалось, что основной причиной является изменение приоритета в больных в ходе лечения. Также в одном случае мы имели место с неверной оценкой эффективности неодевантной химиотерапии после лечения, и у двух пациенток наблюдали регрессию опухоли по типу швейцарского сыра. Получив данные результаты, мы обратились к данным мировой литературе, и оказалось, что, в принципе, несмотря на то, что уже давно проведенный метаанализ, включивший 14 проспективных исследований, более 5,5 тысяч больных раком молочной железы, говорит нам о том, что проведение одевантной химиотерапии позволяет снизить частоту выполнения мастектамины 16,5%. Многие авторы заявляют о том, что эти цифры недооценивают пользу предоперационной химиотерапии. В качестве примера можно привести результаты исследования B27, которое продемонстрировало увеличение частоты полной морфологической регрессии с 13% до 26%, однако частота выполнения органосохраняющих операций была почти неизменна и составила 61% против 63%. Также в исследовании Нео-Альта, в которые включались пациенты HER2-позитивными опухолями молочной железы, частота развития полной морфологической регрессии в трех группах сравнения составила 51% против 29% и 24%, но органосохраняющие операции были выполнены 26%, 27% и 26% пациентов соответственно. Почему же, чем объяснима данная тенденция? И многие авторитетные авторы, не стесняясь, заявляют о том, что во многом она необъяснима. В качестве основных причин выделяют трудности в оценке степени остаточного заболевания перед операцией, и мы столкнулись с этим у одной из наших пациенток. Сомнения относительно объема резицируемых тканей, но данная причина в настоящий момент отходит на второй план, и выделяют также разные варианты уменьшения опухоли под действием неодевантной химиотерапии. Как известно, опухоль может уменьшаться концентрически, что хорошо для нас как хирургов, и опухоль может уменьшаться по типу швейцарского сыра, когда вроде бы основной объем опухолевых тканей уменьшился, но расположена она отдельными очагами, на определенном расстоянии друг от друга. Это не позволяет уменьшить объем резицируемых тканей. Второй вопрос, который возник при подсчете результатов, как их интерпретировать? Вот 54% органов сохраняющих операций – это много или мало? С одной стороны, мы понимали, что до лечения всем вроде бы планировалась мастектомия, и то, что больше чем половине удалось сохранить орган – это хорошо, но все-таки. Мы снова обратились к данным литературы. Оказалось, что в исследованиях, касаемых раком молочной железы, в которых была бы отображена частота выполнения органов сохраняющих операций после неоадивантной химиотерапии, приводятся следующие цифры выполнения этого хирургического вмешательства, а именно она варьирует от 35 до 75%. В этом свете, конечно же, 54% выглядят весьма средним, но ведь эти цифры приведены для всех молекулярных подтипов без акцента на лиминальном нейбе, который, как известно, весьма проблемен в вопросах ответа на неоадивантную химиотерапию. Тогда на глаза попалось исследование, опубликованное в 2018 году в Соединенных Штатах Америки. Оно включало ретроспективные данные лечения почти 14 тысяч женщин с диагнозом раком молочной железы, получавших неоадивантную химиотерапию. Из них почти 6 тысяч пациенток имели лиминальный Б-рак молочной железы, и авторы заявляют о том, что в случае рутинного лечения частота развития полной морфологической регрессии составляет 8% для данной когорты пациентов, регрессия опухоли значимая была достигнута в 52%, и частота выполнения органов сохраняющих операций у них составила 38 почти процентов, что в весьма оптимистичном свете выставляет наши 54%, не могут жить, не радовать, и позволяет сделать выводы о том, что применение генетически нацеленной неодивантной химиотерапии у больных в лиминальном БМХР2 отрицательным раком молочной железы позволяет 77% наблюдений значимо уменьшить объемного образования и выполнить органно-сохраняющие операции 54% пациентов, улучшив качество их жизни. А изучение генетического ландшафта опухоли для определения тактики лечения позволяет персонализированно подойти к определению показаний для проведения неодивантной химиотерапии. Ожидаемый эффект способствует оптимизации выбора этапа и объема выполнения хирургического лечения. Спасибо за внимание. Спасибо, Полина Вадимовна. Какие вопросы есть к доктору? Всем все понятно или как-то запутано? Ну, во всяком случае, наверное, вот этот представленный материал говорит о том, что уже хирурги не просто чистые, хирурги рукодела. Да, обязательно смотрим. И в предыдущие доклады говорили о том, что необходимо оценивать биологические особенности опухоли в том числе. Спасибо, Полина Вадимовна. Спасибо. 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 Спасибо.